Всем привет, всем огромный привет, дорогие морительницы и подписчики, мальчики и девочки. Как и обещала, сегодня иду на испытание моего нового пальто из Zara, которое я обещала испытать на самом деле, можно ли в нем находиться в очень холодную погоду. Как раз сегодня у нас минус 7, но feels как минус 11. Что значит feels в Канаде? Наверное, в Америке тоже температура всегда, когда говорят температуру, то говорят, во-первых, температуру, а во-вторых, как это чувствуется. Потому что с ветром мороз чувствуется намного сильнее. То есть сегодня, если минус 7, минус 8, то чувствуется как минус 11, потому что ветер, и этот ветер добавляет как бы холода, и поэтому, в общем, можно считать, что сегодня минус 11 плюс ветер, и это всегда холодно. Значит, на мне одет шерстяной свитер. Не знаю, чисто шерстяной, или, может быть, в нем шерсти, ну, процентов 70-80 точно. И все, больше ничего. Я специально ничего особо так много на себя не надевала, чтобы для чистоты эксперимента, так сказать. Вот это пальто, если вы помните его. Как бы это мне себя показать? Ну, в общем, вы помните, я снимала про него, надо мне здесь застегнуться. Кстати, хочу сказать, что благодаря моей зрительнице любезной, которая навела меня на мысль, что я неправильно его застегивала, оно на самом деле не такое широкое. Оно просто... У него два ряда кнопок. Вот. Помните, я снимала его и показывала, что он застегивается такой широкий-преширокий. Так вот, нет, здесь два ряда кнопок, и поэтому, как бы, оно на самом деле не такое широченное. То есть, все вот это вот, вся ширина, что я показала, это как бы запахнет. Внизу на мне вот такие вот сапоги с утеплением. Пойдемте, походим, погуляем. Я, может быть, поснимаю вокруг окрестности, может быть, что-то вам расскажу. Но сегодня сильный ветер, боюсь, что рассказывать придется мне потом. Я, правда, сделала с собой наушники, но мне кажется, это все равно будет не очень. Наконец-то сегодня вышло солнце. Как вы видите, у нас прекрасная погода, солнечный день. Небо голубое, голубое, приголубое. Я уже не помню, когда последний раз у нас было такое небо. Все время было как-то пасмурно, тучи. Такая была ужасная, ужасная, мрачная такая погода. А сегодня солнышко, настроение даже как-то получше. Вот. Ну, холодно. Я пока иду, мне ветер в спину. Но когда я повернулась в обратную сторону и пошла навстречу ветру, я страшно замерзла. У меня потекли слезы из глаз, несмотря на темные очки. Буду снимать вам пока окрестности. Снега, как вы видите, у нас нет. Снег весь раз стаял. Остались вот такие вот, совсем вот такие вот маленькие островки снега. Вот. Ну, это и хорошо, наверное. Потому что ко всем прелестям зимы и карантина еще нам не хватает, чтобы нас завалило снегом. И тогда у нас будет полный, полный трындец. Вон до сих пор еще шарики висят новогодние, крисмасные. Люди не убрали. Кстати, хочу сказать, что меня под моим видео, где я тоже вот так вот снимала улицы, наши дома спрашивали, почему в Канаде, при том, что у всех есть гаражи в домах, стоят машины на улице у людей. Я тогда в комментарии девушке ответила, но я, наверное, сейчас повторю свой рассказ о том, что канадцы страшные плюшкины. Они очень-очень любят взбирать весь хлам и очень не любят его выбрасывать. И в Канаде у людей в гаражах сложен весь хлам, который им жалко выбросить, который можно было бы давно-давно выбросить, но они по какой-то причине вот хранят его, жалеют и занимают им все свободное пространство в доме. А, как правило, одним из, так сказать, свободных пространств является гараж. И в него вкладывают какие-то старые диваны, старые игрушки. Так вот, в гараже складывают весь старый хлам. В результате машина в гараж не помещается, и машины стоят на улице. А с моей точки зрения это вообще глупее глупого, потому что на самом деле, как бы, это так удобно, когда зимой, когда холодно. Вы выходите из дома, садитесь в теплую машину, потому что в гараже все-таки теплее, чем на улице. Включаете себе мотор и спокойно едете на работу или куда вам надо, без того, чтобы в машине замерзать первые, там, 10 минут, пока она нагреться. Потому что если машина стоит на улице, допустим, ночью был мороз, минус 10, да, то утром, садясь в машину, там просто холодун, страшный холодун. И поэтому, когда машина у вас стоит на улице, вы создаете себе страшные неудобства. При этом, когда, например, за ночь попил снег, то ваша машина вообще вся завалена снегом, она находится вся в снегу, и вам нужно ее расчистить, почистить, отморозить, потому что часто у нее замерзшие стекла, вы не можете ехать, потому что вы ничего не видите, на переднее стекло все такое, знаете, в изморозе. Поэтому держать машину на улице – это страшное неудобство. Для меня никакое барахло не стоит того, чтобы меня вот так вот, меня себя, мне себя вот так вот мучить по утрам. Но канадцы люди закаленные, и для них свое барахло дороже, чем, чем их удобство, наверное, не знаю. Но во всяком случае, вот смотрите, видите, мы идем, сколько мы идем, столько машин, и все стоят на улице. Но невозможно в доме жить, когда дома большие, вот видите, двухэтажный дом, и у них, как правило, еще есть подвальное помещение, в котором можно хранить хлам, но им этого мало, и они хранят его еще и в гаражах. Еще под одним из видео у меня тоже возник такой, ну, не спор, а обсуждение. Не спор, обсуждение. Я вообще ни с кем не спорю в своих комментариях, потому что я очень миролюбивый человек, слишком миролюбивый даже иногда бывает. по поводу того, почему, почему, это было под видео, кстати, где я показывала, ай-яй-яй, ветер, я боюсь, у меня будет плохо слышно. Где я показывала это пальто и шубы, которые я купила в Заре, которые, в общем, очень похожи на Максмару, где я сказала, что я не покупаю Максмару. И жалко мне трать 5000 долларов на шубу Максмару, когда я за 50 могу купить в Заре на распродажу. И, значит, был разговор о том, что я тогда сказала, что в Канаде, на самом деле, если вы будете в шубе Максмару или в шубе от Заре, у вас 99% населения вообще не поймет, в какой вы шубе. И вообще, процентов, наверное, 70% населения вообще этого названия Максмару никак я в жизни не слышала. Дело в том, что, понимаете, Европа имеет какой-то свой определенный шик и лоск, традиции красиво и хорошо одеваться. А Канада – это страна, которая выросла из фермеров, людей, как бы, ну, таких простых, так мягко говоря, которые приехали сюда. Даже сравнительно недавно. Канаде 200 лет, она не такая старая страна. Они строили эту страну, они поднимали ее промышленность, сельское хозяйство. И потомки этих людей, они, в принципе, ну, не привыкли к какой-то роскоши, к какому-то, знаете, бесполезному трачению денег, к разбрасыванию денег. Они довольно, люди довольно прижимистые. Не то чтобы прижимистые, они смотрят, на что они тратят свои деньги, у них есть свои приоритеты. Например, я где-то написала тоже в комментарии, что канадцы не купят, не будут покупать люкс, а лучше купят еще один дом. И это совершенно правда. То есть, вот они лучше возьмут и купят второй дом, и будут его сдавать, например, или как инвестмент, как вложение, и оставят его своим детям в наследство, потому что, по их понятиям, например, купить несколько сумок, очень дорогих, это вообще полные, совершенно выброшенные деньги. Я когда смотрю видео, например, из Италии, из Европы, там каждый первый с сумкой Гермес, каждый второй с сумкой Шанель, и а Луи Виттонов, так вообще, как, не буду говорить, чего насыпано вокруг. У нас, если вы увидите человека с люксовой сумкой, это вообще, в общем-то, надо очень сильно поискать. То есть, вот я, например, работала в магазине когда-то в свое время, и у меня, в магазине там были разные товары, в том числе, у нас были немножко люксовых товаров, в основном, обычными продавали, ну, например, приходили к нам сумки Луи Виттон, приходили к нам сумки Гучи, ну, это был дискаунтный магазин, и к нам приходили, да, мы достаточно такого, достаточного достатка, так скажем. Плюс ко всему, я живу в городе, переключила камеру, потому что подумала, что, может быть, вам надоели эти дома, и вы хотите посмотреть на меня. Я живу в городе, сейчас буду хвастаться немножко, я, по-моему, уже рассказывала, город называется Оквил, пригород Торонто, он, город с самым высоким уровнем жизни в Канаде, даже не в Антаре, а в Канаде, поэтому люди здесь живут, мягко говоря, не бедные, довольно состоятельные, все такое, вынесли все, у нас, вот, не подумайте, что я как-то пытаюсь примасаться к этим богатым, состоятельным людям, я наоборот сказала своему мужу, когда я прочитала эту статистику, что наша семья им, наверное, эту статистику подпортила, очень даже прилично, ну, во всяком случае, короче, к чему я веду, что здесь живут люди не бедные, я работала в магазине, где продавались довольно, ну, такие недешевые товары, ну, разные были, но в том числе и люксовые вещи, я себя плохо вижу, я, наверное, очень взлохматилась, потому что сильный ветер, выгляжу как чучело, но не обессудьте, и к нам приходили разные покупательницы, многие приходили, те, кто интересовались именно люксом, я вам хочу сказать, что сумку от Hermes, я не знаю, Hermes, я не знаю, правильно произнести по-русски, если честно, я не видела в Канаде ни разу, ни у кого, честное слово, сумку Chanel, может быть, видела у кого-то, но вот дамы, которые к нам приходили, ну, там Louis Vuitton, Gucci, может быть, где-то у кого-то попадалось, а так, в принципе, то половина из них были не канадки, а девушки азиатского происхождения, которые, как известно, очень неровно дышат на люкс, и были основные наши покупательницы, девушки, кореянки в основном, а здесь есть в Канаде, была, я не знаю, как сейчас, я уже давно не работала в этом магазине, но когда я работала в этом магазине, то я видела их, есть такая определенная категория, это называется корейские домохозяйки, значит, они жены очень богатых мужей, мужья их продолжают жить в Корее и зарабатывают деньги, ну, в Южной Корее, естественно, а жен своих отправляют с детьми сюда, в Канаду, учиться, значит, поскольку у них нет никакого статуса здесь, они своих детей, допустим, дают здесь школу, и за это платят деньги, за обычную школу государственную, в которой учатся наши дети, они платят деньги и немалые, а потом они здесь идут учиться в университет, и за это платят вообще очень, очень много, так вот, эти дамы корейские, у них очень много денег, они очень богатые, они здесь не работают, в основном они занимаются тем, что они смотрят за своими детьми, и денег у них много, делать им нечего, и вот они бегают и пытаются узнать, где они только могут купить что-нибудь люксовое, а, кстати, я вам хочу сказать, что я работала когда-то с девочкой перьянкой, и она, у них, в общем, отношение к одежде и к вещам примерно такое, как у наших русских девочек, что, ну, как бы, по одежке встречают, и вот она мне рассказывала, что, она говорила, что, когда мы в воскресенье идем в церковь, то у меня должна быть обязательно там сумка брендовая, все вещи брендовые, если я приду, допустим, в сумке какой-то middle-сегмент, среднего сегмента, то, ну, меня просто там засмеют, и мужа моего обзовут склягой, ничего мне напоминает, правда, и вот так странно, где, казалось бы, Корея, где Россия, совершенно разные культуры, совершенно разные традиции, совершенно разные углы света, но вот это вот, знаете, культура, пыль в глаза, даже не имея на это средства, в общем-то, так перекликается немножко, потому что я вам хочу сказать, что, например, у канадцев этого нет вообще, то есть они никогда не будут вам показывать, что они богаче, чем они есть на самом деле, я вам больше, что я вам скажу, тут как бы все это наоборот, то есть если у человека очень много денег, вы порой даже можете не заметить и не понять, что у человека много денег, потому что он будет одет очень обыкновенно, у него будет очень обыкновенная машина, единственное, по какому признаку вы можете понять, что человек достаточно состоятельный, это потому, где находится его дом, в каком месте, как выглядит, какого размера его дом, и тоже не всегда, есть очень скромные люди, которые живут в очень скромных домах, при этом владеют большим состоянием, Кстати, девочки, хотела вам показать. Так, канадцы протестуют против локдауна. Написано No Mo Lockdowns.org. Это значит, что это какой-то веб-сайт, который, видимо, призывает против локдауна. Видите, это как бы канадский флаг, силуэт человека за решеткой. То есть, как бы, что вот нас заперли. Докладываю. Докладаю, как говорили у нас в Беларуси. Я совершила круг 40-минутный. Гуляла, честно, 40 минут в этом пальто. На улице довольно холодно, ветрено. Я не замерзла. Девочки, да, оно теплое. Я вам хочу сказать, в проверку погоды канадской оно прошло. То есть, если в нем можно 40 минут ходить спокойно по улице, по морозу, ветру, ну, как морозу, конечно, наверное, в минус 20 или в минус 30 я, наверное, бы в нем замерзла гулять. Но я думаю, что в минус 20 или в минус 30 я бы замерзла гулять в чем угодно, в любом пальто. Может быть, и нет, конечно, может быть, вот эти вот полярников, куртки, наверное, я бы не замерзла специально. Но если мы говорим о любом пуховике, то я должна сказать, что я impressed, я как бы впечатлена. Потому что действительно на улице сильно холодно, прохладно, очень сильный такой пронизующий ветер. Оно не пропускает ветер, оно не пропускает холод, оно не пропускает мороз. И, честно, вот 40 минут ходила по улице, я не стала вам все уже снимать, потому что, ну, что мы показываем там, что одни и те же дома одинаковые. Вот такой вот эксперимент, тест-драйв пальто из Сары. Все, девочки, увидимся в следующем видео. Люблю, целую, пока-пока-бай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова